кири опять какой-то забегался непонятный ну наконец привет ничего такая маскировка пора объяснить этим малолеткам что их пять минут славы закончены знаешь тебе вот эти очки конечно очень идут интересно мне бы они тоже пошли здесь подаришь мне привет ну чё какой план ясен хуй заходим в клуб находим гримерку этих бледей решаем вопросы сваливаем все главное чтоб меня не узнали не собираюсь делать им бесплатный пиар ты им и так его устроил их полыхающий грузовик попал во все газеты и на все каналы так не выебывайся лучше скажи как мы туда зайдем купить билеты ну а можно они того не стоят наверное он не одобрит мне кажется это делай тип какого фига давай походим вокруг реально чили пошли пройдемся а прикинь закончится каким-нибудь совместным концертом вполне может быть пойдем пойдем берег вперед это как-то не так работает цигинь цигинь да не он сейчас пойдет за нами здесь он не забьет машину я отвернусь на все чтобы этого не видеть мне кажется его сбили но сканирует фанатов найти билеты на концерт или просканировать и украсть два билета но нам нужны билеты на то есть и возможно их вообще не купить уже все распродано надо было спросить все таки может быть это просто если это прокатило бы это не интересно же надо что-нибудь такое побольше приключений для керри я хочу попробовать найти фаната у которого можно билеты украсть может как-то по-другому чувак ты серьезно все так ломятся на этот концерт прикинь две недели назад я продавал билетики на лизе у изи даже они так не разлетались народ ошалел от этих девчонок валят как безумные люди просто одноклеточные амебы слетаются как мухи на любое говно из рекламы но не знаю у меня два последних билета брать будете почем почем у тебя билеты что я тебе говорю а что ты говорил отдам по дешевке всего за тройную за пойдешь никто тебе столько не забашляет никто подавись своими билетами в жопу себе их засунь за такие деньги насколько он сказал он не говорил 21000 ты охренел я столько платить не буду если хотите попасть на концерт у вас нет выбора больше билетов нигде не купишь да и пошел ты там есть просто попасть в клуб не обязательно через билеты я понимаю но мне непонятна механика как отработает тут это сканирование фанатов чтобы украсть билеты каким образом как это должен работать а нельзя как-то массовый сканировать итоге то вначале не всех сканировал я вроде всех сканировал сканировать что в этой пачке а ты кто ну ума везет как утопленнику почему пройти по билетам то мы могли бы как-то изначально как популярна в мумбаи и токио знаешь сколько у них стоит места перед больше чем наш последний бонус да ладно а как там контракт с кироши вообще наши тоже пытались с ними поговорить но на 100 миллионах отвалились ну главное в списке нас внесли пропуска достали посмотрим что там за шоу за миллионы это да цель главная изменилась да и не ожидал что цель изменится думал будет пройти по билетам или попасть как хочется сказал бы хоть что лестницу нашел давай спускаю о смотри изменилась здесь не сломается задание сохраняться не сохраняться нам надо пройти за сцену ну ладно вроде нормально давай сохранюсь надеюсь не поломается нам бы пригодились пропуска может подрежем где а так мы уже технического работника где-то здесь типа можно найти бэйдж сотрудника доступ разрешен кири уже поперся ну ладно ну ладно у меня классная идея когда пойдем на концерт подарим им подарок они у себя на сайте писали что им нравится дорогой чай может сделаем ей кружку из которых матя пьют да тогда она точно нас запомнит вот это будет охренеть ты прикинь через несколько лет встретимся с ней на улице и она такая это же те девочки из на сити они подарили мне офигенную кружку точно а нас пустят за кулисы что нибудь придумаем филисити 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 я все пытаюсь пытаюсь пытайся погоди-ка давно в зеркало на себе не смотрел что там измениться должны не знаю ну ты прям похорошел ну да твои первые видосики где-то там как то в распашонках каких-то то в противогазах шляпку попробовать снять как без шляпки ну-ка ну тут-то ничего не менялось же ну ладно хотя очки керри мне бы больше подошли чем очки джонни нормально так это благодаря джонни практически вот у меня а нет шляпка моя у меня авиатора джонни и курточка джонни и майка джонни еще и пистолет этого керри ну ладно надеюсь тут больше ничего нельзя сделать а пропуска пусти нас или потеряешь работу как там дела у ребят все нормально были вроде проблемы с обработкой звука эти малявки привезли свои матрицы а там какая-то кастом на японской херне парни никак не могли все это подключить не знаю сейчас типа все работает обработка звука наверное какие-нибудь умные вокодеры они за них всю работу делают ну мне даже просто интересно как вот это сработает у меня техника 20 почему бы не воспользоваться этим чумба ладно тебе пропусти мы же не специально в смысле не не идите на главный вход там проверяют по списку ага проверят за это время калибровка голопроекторов полетит до начала концерта перенастроить точно не успеем и тогда удачи тебе с поиском работы мы сразу укажем на тебя обрат ничего личного бля ладно идите в следующий раз прилепите себе эти пропуска на лоб спасибо мужик ты прямо спас ну ладно уговорили калибровка голопроекторов откуда ты вообще такие слова знаешь из прошлой жизни я когда-то работал техником у джиханга научился кое-чему думал уже и не пригодится что куда оставляется ну нахер пойду обратно к своим кабелем а он им сказал что ты беременна пройти по билетам мы еще кредит не отдали за его импланты не печалься мы его посадили когда диего был год и смотри без отца нормально вырос слушай извини но диего сейчас бегает на подхвате у валентина он сам зарабатывает не понимая что ты хочешь сказать визажистка визажистка ну ладно у нас сегодня мигури или это супер сил бой из благотворительного фонда вот они сейчас поговорим а вы вообще кто я тут кого вы обокрали кэри евро один кэри сан я вам покажу благотворительный фонд и а вот прям даже не знаю давайте мы все успокоимся сядем и нормально договоримся короче это какое-то не грузовик я тут все разнесу суки серьезно кэри сан что случилось мы же все обговорили боже это из-за интервью 54 каналу мы не хотели вас обидеть честно слово старый сейчас уже ничего не значит да они ничего не поняли после грузовика они тупые как пробки так что вы там обговорили так 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 что там вы обговорили да 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 мы подписали контракт с мсм на песню кэри сана юзерфрендли это типа наш новый сингл для тура по северной америке только через мой труп но мы хотели вашими песнями начать новую эру в роке разве вам в роке вы так окей вот что я вам скажу рак мертв об этом уже много раз говорили но вы реально это сделали вы убили его нахуй мои поздравления ваш менеджер позвонил нашему и сказал что вы хотите сотрудничать чего блять каватчик он даже меня не спросил пиджак блять обосранный понятно вот слушайте кэри сан мы сделали кавер потому что любим вашу музыку давайте договоримся рок может и мертв но кэри слеп если он не видит потенциала этих девочек оглядел такой ну да лейбл поимел вас всех я думаю что им надо что то свое сейчас в органике сейчас вместе очевидно что виноват лейбл корпораты всех поимели в равной степени похоже что так блять слушайте я против вас ничего не имею просто меня бесит вся эта нахуй ситуация а чего он хотел сам продался корпоратом а теперь еще и бесится мы поговорим с лейблом кэри сан для начала просто выразим недовольство мы уберем вашу песню из сет листа отменим концерт и приостановим тур серьезно вы же потеряете миллионы а они еще больше ну ладно вы вы хорошие девочки а то что я говорил не переживайте даже мартышки иногда падают с деревьев пойдем в кэри сан а можно с вами сфотографироваться ну на память эм ты похуй ви щелкни на ха-ха-ха-ха давайте сфотаемся вместе подожди давайте сделаем селфи тебе подойти нужно наверное туда ага в смысле сделать снимок вот так а во 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 я же говорю подойти надо он же про селфи говорит а то есть ну так встал конечно просто отлично я сейчас позу какую-нибудь займу подожди поза присесть надо действия бездель я не разбирался в этой вашей фигне так со снайперской винтовкой сидя выражение лица а я могу как-то себя пододвинуть наверное нет отдалить приблизить выбрать настройку изменить значение как все сложно камера дрон нет не надо угол обзора в принципе не надо ой нет нет ноль глубину резкости не надо это нет надо но почему меня так далеко-то посадили как мне камеру а ты получается далеко от них села и попробуй шляпу надо снять еще мне мою как вот как мне так сделать чтобы нормальный тебе надо было сразу может поближе подойти к ним а потом нажимать уже кнопку попробуй отменить и поближе подойти вплотную а я сохранился я далеко сохранен если что да попробую в пределах а нет не могу отменить late надо обязательно фотики так и слева интересный разговор слева Пятки справа. Дружок Веры. Там кто-то есть. Что это такое вообще? Ты, по-моему, еще дальше отходишь от них. Что это такое? Ой, кошмар какой. Да. Что это такое вообще? Ты сейчас соседнюю комнату уже скачешь. О, лови пулю. Вот, ну хотя бы так. Да, да, да. Так, теперь надо фокус настроить. Автокосфокусировка выкола. Дистанция фокусировки. Ага. Они шаре в ваших диафрагмах. Почему-то Кири не хочет фокус брать. Вот, было передать. Это я, потому что сбросил вообще фокус. Я хочу Кири взять фокус. Слишком далеко нахожусь, понятно. Значит, выключить фокус. Ну, вообще, конечно, все равно криво все это. Почему бы тебя не разворачивать там как-нибудь? Да, да, да. Потому что они смотрят всех вперед, а ты, получается, сбоку заходишь и... Вот так можно. Вот так, да. Ну, немножко. Еще разверни влево. Чуть-чуть. Чтоб тебя немножко захватить. Как-то так, да. Ну, ладно. Ну, такое себе, да. Я могу сделать так, чтобы мой персонаж смотрел. Наверное, нет. Ты можешь посмотреть другие позы, конечно. Эффекты есть. Ой, очень странно. Мне кажется, ты просто рано нажал селфи это. Не знаю, не знаю. Может быть, конечно, тебя оставили бы в одно место всегда. Эх. Ладно. Как-то, короче... О, можно вот так вот сделать. Ну, такое себе, конечно. Если меня хотя бы развернуть немножко как-то. Да, да, да. Я даже не могу развернуться. Я думала, ты просто можешь там на колено присесть. Или еще как-то по-нормальному. Вообще, было бы логично его куда-то просто поставить в анимации заготовленной. Ну, ты там на курточке. Ну, да. Я там бы уже подобрал бы ракурсы еще как-то из фото. Если уж так хотелось сделать. Вот именно так. Может, еще какие-то позиции? Все, наверное, этого хватит. О, мы можем поэкспериментировать. Еще. Лови пулю вам стоять. Ви стреляет. Я слишком далеко стою. Все эти позы, поэтому не играю. Да, да, я об этом и говорю. Что слишком далеко. Можно было бы отменить и еще раз попробовать. О, смотри. Нашел? Близко-далеко это вот как раз. О, все. Сейчас Саша сделает. Могу спрятать. Стоп, персонаж включить. Так, поза. Поворот. Я могу крутить даже в любой позе. Ну вот, а то слишком странно все смотрелось, что не регулируется. Да, да, да. Ну все, сейчас красоту какую-нибудь сделает. Можешь разворачивать как нужно. Вот сейчас разворачивай сразу. Да он вертится как ему хочется. Нет, я имею в виду задник разворачивай. То есть их занимай нужную позу, чтобы они смотрели куда нужно. Ну вот, вот так вот примерно надо. Вот девочка вправо смотрит куда-то непонятно куда. Ну да, но что тут сделаешь? Все-таки по ним ориентируемся, по троим. И по мне, а она, ну, сама виновата. Ты правее, мне кажется, еще надо. Вот так, да. Вот, вот так. Вот, 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 по самой задней ориентируйся. Вот так. А можно что-то не стреляющее? Действие без действия? Так, снайперская винтовка, с винтовкой, с оружием ближнего боя, береги зубы, с ножом. Что-то просто такое, я не знаю. Ви, просто Ви. Могу я его пододвинуть куда-то? Ага, керри пригородить, понятно. То есть это самое дальнее, к сожалению. Все-таки, значит, надо позу сиди искать какую-то. Либо Ви ставить куда-то вот сюда. Чуть-чуть бы его сдвинуть вот сюда, подальше. Вот к этой, как ближе. Нет. Да, он вниз смотрит, не видно лица. Да, это просто приз. Ну, может быть, что-то такое тогда и не парится вообще. Не сильно это принципиально. Вот так вот. Здесь шляпа все немножко портит. Вот, отлично. Ну, куда ты там все попал? Я могу себя чуть-чуть выше поднять. Во, и непонятно, на чем я там сижу. Нет, он слишком низко. Почему слишком низко? Да, по-дурацки, ты слишком низко находишься. Я тебе больше скажу, я там в воздухе сижу. Да мне пофиг, вы на чем там сидишь. Так, подразки, ползунки работают. Вот так вот оставь. Еще бы лица в камеру можно было бы направить. Было бы совсем идеально. Ладно. Сделать снимок. А куда? Он сохраняется вообще или нет? Ты сделал снимок уже? Я не знаю. Ну, как бы сделал. Ну, наверное, сохраняется где-то в директории киберпанка. Хорошо. Спасибо, Кэри-сан. А вы ничего нового там сейчас не пишете? Может, выберем что-нибудь для сингла? Ну, во. Правда? Ви, ты, это, иди. Иди уже, короче. Там видишь, надо помочь девчонкам. Помочь девчонкам. Да, развлекайся. Ну, нормально. Кэри-сан, может, мы, не знаю, расскажем вам про наш новый сингл? Сингл? Э-э-э, не. Говорить о музыке, это как ебаться на грядке с настурциями. Бессмысленно, неудобно и претенциозно до такой степени, что аж зубы сводит. По-моему, настурция красивая. Ну, иди уже тебе вон уже. А не хотите послушать, что мы сейчас пишем? У нас столько материала. О-о-о, не-не-не-не-не-не, давайте не будем забегать так вперед. Мы не настолько давно знакомы. Хе-хе. Иди уже, ну. Это ж таки, иди уже. Блин, тогда послушайте хотя бы вот эту. Я вам только что отправила. Ну, я бы сказал, небезнадежно. Название, кстати, мне нравится. Метафоричное такое. Надеюсь, будет продолжение какое-нибудь. Да будет, наверное. Как минимум, отметится где-нибудь концертом. Песенкой, может быть, по телевизору скажут, я не знаю. А мы проглядим, как всегда. Смотри, у них тут. Самурай из Лизи Визи. Лизи Визи, ага. Ладно, давайте. Да, давайте пока. Как-то резко закончилось, не знаю. Не хватило. Уже? Мне кажется, надо было плюнуть в лицо всем этим корпоратам, как они говорят, и отыграть что-то свое вообще. Совместно. Там не было такого варианта. Где не было? Ну, в этих же ответах. Не было такого варианта. Я говорю, надо было, чтобы вот прям вот так вот. А не нас, а мы их. Так сказать. Ну, а они все равно получили бы выбор. Ну, тоже верно, да. Эй, ладно тебе. Ладно, ладно. Керри, ну, наконец-то. Керри, привет. Есть какие-нибудь планы на вечер? Отменяй нахуй. Что тебе в темной материи на Вудленд? Ты можешь не знать это место, они себя не афишируют. А какой повод? А с Крэкс? Мы же еще не отметили нашу маленькую победу? Подъезжая с черного хода, охраннику скажешь, что ко мне. Он тебя пустит без проблем. Не опаздывай. Гарный тип такой. Ну да, прикольный, согласен. В принципе, понятно, почему они с Дженни не ладили. Они не то, чтобы не ладили. У них просто такие характеры. Да, они наоборот ладили. А не да, они как бы ладили. Но со стороны, наверное, это смотрелось. Да, да, да. Просто у них общение такое было. Кому-то там предложили. А с Крэкс блуждают тени. Вот смотрю я на Керри и думаю, а люди-то меняются. Его прямо не узнать. Он сейчас стоит на распуте. И сердце Рокера подсказывает ему правильную дорогу. Только знаешь, в чем проблема? Керри изменился, а этот гребаный город нет. Но он это знает. Вы оба это знаете. А чего? Ага. Попробуй откажись. Будешь везде пешком ходить, что ли? Гребаный мост. Еще есть третий вариант. Попробуй похудеть. Ну, видимо, там не вариант. Ну, видимо, не рассматривается. Да. Стоит ест такая и ворчит. Ага. Так, цель. Это черный? Вот, да. Извините. Этот лифт не работает. Работает, работает. Если он не работает, зачем ты здесь? Не работает даже для гостей Керри Евродина? У меня с ним встреча. Что ж, тогда желаю вам приятного вечера. Хм, ладно, спасибо. Хм, ну ладно, спасибо. Чего он там придумал. Буду посередке. Нормально. То есть они все-таки замутили. Как мне к вам спуститься-то? А, вот. Все просто. Рок не умер. Очередной раз он эволюционирует. Эй! А, не договор... Или пофигу. Эволюционирует. Пофигу, наверное, не сильно может. Это Ви, мой помощник. Ви всегда появляется в тот момент, когда мне пора сворачиваться и убегать. Простите. Ви, Ви, один вопрос. Каково это, общаться с Керри Евродином, живой легендой? Ви. Я пытаюсь у него... Ага, ладно. Это гонка без тормозов. Ви. Ну, если что, я не жалуюсь. Спасибо большое, но мне правда пора бежать. Мы уже опаздываем. Пошли. Или ты хочешь еще 10 интервью дать? Да. Просто второй выбери. А, Керри, вы, может, и убедили меня. Я пытался вот эту последнюю фазу осмыслить просто. Любовь с первого взгляда? Много разных лиц. Много разных начал. Эй, пойдем. Хочу тебя кое с кем познакомить. С кем это? Опять знакомиться? Ви, это Спектр. Мой хороший друг. Познакомились с ним в Мемфисе тысячу лет назад. Привет. У него мощный товар. Можешь даже по знакомству получить скидку. Конечно, мистер Евродин. Для ваших друзей особая скидка. Ипланты, наверное. Покажи, что ты продаешь. О делах потом поговорить. Ви, пойдем, покажу тебе кое-что. Ипланты для одежды. Поздравляю, Кер. Шоу удалось. Худшее позади. Планируем следующую миссию Керри и Вородина. Покушение на Кавачика. Очень смешно. Но да, я ему это еще припомню. Может, не сегодня, не завтра, но этот сукин сын обязательно пожалеет о том, что уболтал меня подписать все эти контракты. А ты пробовал разорвать контракт с Лейблом? На хера? Нет, ну серьезно, ну разорву я этот контракт. Че дальше? Кто будет издавать мои новые альбомы? Кто займется дистрибуцией, раскруткой, инфлюенсерами, прессой? У Лейблов все схвачено. А если ты не с ними, ты просто дрочишь на обочине. Зато ты свободен. Ага, свободен. Свободен орать хоть до посинения, потому что никто не услышит. Это просто еще одна крайность. Сейчас покажу одно из моих любимых мест в Найт-Сити. Я сюда прихожу редко, но если прихожу, то не случайно. То есть, мне повезло? Может быть. Я сказал им больше никого сюда не пускать. Обожаю этот вид. Обожаю смотреть на город сверху. Как? Мне это напоминает сцену с этим. Здесь ты засыпаешь с ощущением, что ты крут. Ну да. А на утро понимаешь, что ты никто. Ну что-то грызет. Ну что-то, да, наверное, грызет. Керри, тебя что-то тревожит? Расскажи. Я все думаю, о чем мы с тобой говорили в кальенты. Про рабов корпорации, Аскрекс и про тебя? Ага. Я был с тобой не до конца честен. Да и с собой тоже. Ну, давай, позвольте. Расскажи. Ну, я думал, что мне страшно от того, что люди увидят во мне раба корпорации. Но на самом деле я просто боялся снова оказаться в чьей-то тени. Снова? Я долго жил в тени Джонни. Он сиял, а я так. Был просто фоном, частью декорации. Я не верил, что смогу существовать сам, без Сильверхэнда. Поэтому он ушел из самурая. Бля. Я не помню, что Джонни. Ну, не знаю, ладно. Разве это теперь важно? У тебя же получилось. Ты звезда. Самурай помнит только кучка фанатов, а тебя знают по всему миру. Думаешь, это что-то меняет? Каждый божий день я просыпаюсь с одной мыслью. А вдруг пройдет какое-то время, и я растаю. В пыли, в воне, во мраке этого города. Не всегда. Найт-Сити полон теней. И я все силы трачу на то, чтобы держаться от этих теней как можно дальше, понимаешь? Пиздец. Второй, наверное. Мне еще нужно что-то доказывать этому городу. А тебе-то. Ты всего добился. Город твой. Чего тебе бояться? Я напомню тебе этот разговор. Когда войдешь в мою лигу. Думаешь, это возможно? В этом я уверен. Ха-ха-ха-ха. Нет. Внезапно, блин. Вроде ничего не предвещало. Ну так. Очень-очень. Немножко. Наверное, лучше вернуться. Внизу все заждались. Между прочим, тебя. Да, знаю, знаю. Надо будет опрокинуть пару рюмок за этот город. За себя в нем. Я хочу еще немного побыть тут. Ты иди, если хочешь. Ну, Джанни тоже. Окей. Пока. То есть цепочка закончилась все-таки вот так? Ну, возможно. Если еще нет. Не знаю, как-то сухова-то. Опять-то ханаки отправляют. Ну, ханако это основная сюжетка. Да, она почему-то по умолчанию всегда выбирает. Я не знаю. Наверное, он нам еще напишет или позвонит. Мне кажется, она как-то уже логично завершилась. И будут какие-то диалоги такие уже, может быть, в письме. Или, может, звонок просто с какой-то информацией без уже вызовут тебя куда-нибудь. Вероятно, да. Все? Тоже ушли. Ладно. А, так тут все уже разошлись из-за пусты. Что, неужели все? Если это все, тогда у нас остаются только мелкие всякие задания. Угу. До сюжетка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok